О состоянии законности и уровня преступности на Брещене сегодня шел предметный разговор в рамках пресс-конференции прокурора области. Начиная свое выступление, Иван Носкевич подчеркнул, что оценивать обстановку в сфере профилактики, предупреждения, а также раскрытия преступлений и правонарушений стоит не только исходя из данных прошлого года. Более полную картину можно увидеть, только проследив за динамикой изменений последних лет. У нас, начиная с 2008 года, наметился устойчивое снижение уровня преступности. Так, если в 2008 году было зафиксировано 19 809 преступлений, это вот из последних лет пиковое такое состояние, то в 2013 году, то есть предшествующем 2014, наименьшее количество преступлений зарегистрировано 11 460. Видите, снижение почти в два раза. По итогам минувшего года зафиксировано относительно небольшой рост преступности на 1,3%. Вместе с тем, ее коэффициент на Брещене самый низкий в республике. Это результат слаженной и целенаправленной работы, и в первую очередь по профилактике и предупреждению злостных деяний. Однако снижать темп работы подразделениям и ведомствам, отвечающим за правопорядок, все равно не придется. Проблем, ожидающих своего решения, достаточно. Среди них особое место занимает оборот наркотических средств. Основная задача правоохранителей в этом направлении – не щипать и ловить самих потребителей наркотических средств, а искать, в первую очередь, каналы сбыта, непосредственно сбытчиков, непосредственно вести работу по вскрытию этих электронных кошельков, закрытию сайтов. Вот все эти предложения, все эти наши такого рода инициативы нашли свое отражение. Практически все, даже могу сказать, что абсолютно все в новом декрете номер 6. Безусловно, работа, и в первую очередь превентивная, будет продолженной по другим направлениям. Среди них – сохранность государственной собственности, рациональное использование материальных средств, расход и наполняемость бюджета, коррупция, семейно-бытовые конфликты, алкоголизация населения и подростковая преступность. Продолжение следует...